Пятница, 29 мая. Первые итоги конца рабочей недели. Выпуски новостей на телеканале Дом. Мы работаем в прямом эфире. Я Николай Саракваш. Добрый вечер. 500 миллионов евро финансовой помощи выделил Евросоюз Украине. Это стало возможным благодаря тому, что наша страна совершила ряд необходимых реформ. В частности, в банковском секторе, борьбе с коррупцией, а также в сфере здравоохранения и социальной политики. Вместе с этой суммой Евросоюз уже предоставил Украине почти 4 миллиарда евро за последние 6 лет. Это самая большая помощь, которую выделяли стране-партнеру. Украина остается на первом месте в повестке дня ЕС. Мы продолжаем оказывать политическую, финансовую и техническую поддержку Украине для укрепления экономики. В рамках нашей четвертой программы макрофинансовой помощи мы готовим выплату 500 миллионов евро. Полумиллиардный транш от ЕС – это мощный сигнал солидарности с Украиной, заявила заместитель руководителя главного директора Еврокомиссии по вопросам политики расширения и соседства Екатерина Матернова. Дипломат убеждена, что пандемия коронавируса не повлияет на безвизовый режим с Украиной. Евросоюз продолжает поддерживать Киев и ждет реализации реформ. Процесс реформ в Украине – это как подниматься на гору на велосипеде. Не можно остановиться на півшляху, бо покотиться вниз. Зусилля мають не припинятися. ЕС потужно поддерживает Украину. Кредиты от международных финансовых организаций нужны Украине, чтобы выдержать экономический удар, вызванный пандемией коронавируса. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он добавил, что первый транш от МВФ должен поступить уже на следующей неделе. 5 червня отбудется борт и, напевно, уже 6 червня на украинский час мы ожидаем транш. Сумма первого траншу – 1,9 млрд долларов. Другий – 1,6 млрд этого года. И третий транш наступного года, соответственно, 1,5 млрд. На поддержку Венгрии в вопросах НАТО рассчитывает Украина. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи со своими венгерскими коллегами. А в Будапеште главы МИДов подписали ряд документов, связанных с получением финансовой помощи и взаимодействием в сфере энергоснабжения. Украинский министр подчеркнул, что Украина всегда поддержит инициативы в Венгрии и в Центральной Европе и надеется на возобновление такого содействия в ответ. В мониторинге ситуации на Донбассе будут принимать участие общественные организации, адвокаты и журналисты, проживающие на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Крыму. Об этом заявил замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Ярьеменко. Государство сможет напрямую получать информацию от людей, которые больше всего заинтересованы в восстановлении и развитии своего региона. Полученные данные лягут в основу стратегии реинтеграции региона. На смену закона об особом статусе Донбасса может прийти новый. На это у власти есть год. Зачем это нужно? В эфире телеканала «Дом» в программе «Официальный разговор» сообщила народный депутат Украины фракции «Слуга народа» Ирина Верещук. Я бы хотела, чтобы там были заложены новые механизмы, которые давали бы новые видения возможностей особого статуса, я имею в виду сейчас экономические. Прежде всего это должно быть реновация, это должно быть то, что связано с разминированием, что связано с социальной жизнью, что связано с экономической независимостью, особенностью этого региона. После российского плена малый бронированный артиллерийский катер «Никополь» снова в строю. За время карантина ему восстановили обшивку, протекторную защиту, системы и оборудование. Также катер покрасили. Напомним, малый бронированный артиллерийский катер «Никополь» Россия захватила в ноябре 2018 года. Тогда катера и один буксир шли из Одессы в Мариуполь. Через год судно вернули Украине. Шестеро горняков получили травму во время подъема в Новоконстантиновской шахте в Кировоградской области. Состояние двух врачей оценивают как тяжелое. По словам руководства предприятия, смена, которая поднималась из штольни, не смогла выбраться из кабины подъемника. Причина – сбой в системе механизма. Обстоятельства этого происшествия выясняют следователи. 24 человека задержаны по делу о перестрелке в Броварах. Полиция ищет остальных преступников. В Киевской области введен план «Перехват». Часть подозреваемых – жители Винницкой области. На время расследования главу полиции региона, а также его заместителя, отстранили от должностей. Правоохранители установили, конфликт произошел между легальными и нелегальными пассажирскими перевозчиками. В результате этой перестрелки пострадали трое людей, у двоих огнестрельные ранения. Министр внутренних дел отчитался о ситуации президенту Украины. Владимир Зеленский поручил ведомству срочно найти заказчиков и наказать виновных. С помповым ружьем, в том числе с резинами и в том числе с дробовиками. Вторая пришла, просто, так сказать, нанятая была другой группой без оружия. Началось столкновение, условно говоря, местных броварских перевозчиков, которые до этого контролировали эти перевозки между броварами и Киевом. И внешними перевозчиками, которым отдали теперь значительную часть этих маршрутов. Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на боль. Хотелось бы, чтобы мы нашли замовников. Видео там, где в окна попали, пострелы. Там очень много всего, чтобы на местах мы разобрались, помогли людям, которые просто обычные люди, которые потрапили в эту ситуацию. Домашнее насилие. Как предотвратить его и защитить жертву? Сегодня обсуждали руководитель Офиса Президента, первая леди страны и представители правозащитных организаций. Только за первый квартал текущего года было получено 47 тысяч обращений о домашнем насилии. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Украине уже действует закон о противодействии такому насилию, но недостаточно организована помощь пострадавшим. Сегодня в стране работают 6 приютов и 16 кризисных комнат. В течение двух дней участники встречи договорились подготовить предложение, как улучшить сервис и предотвращать тиранию в семье. Трансляцию уроков Всеукраинской школы онлайн для учеников базовой и старшей школы продолжается. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки. А вот младшеклассники идут на каникулы. В Минобразовании заявили, что в следующем учебном году будут использовать технологии, испытанные во время карантина. Как школьники будут учиться в сентябре, узнавала Влада Цуркан. Сегодня у Марка последний день обучения в младшей школе. Учиться дистанционно ему очень нравилось. Мама Марка тоже оценила такую форму образования. Форма навчания выявилась очень вдалой, потому что дети заняты, у нас проходят сегодня уроки, но эти уроки не таки длительные, как в школе. То есть они вытрачают часу не 5 часов, а всего-навсего 2 часов на день. Ну и все стисло встегают сделать. Впрочем, далеко не все родители в восторге от онлайн-учебы. Батьки были не задоволены, потому что им довелося, кроме своей работы, выполнять еще обязательства вчителя. Мы понимаем, что детей точно не учат думать, точно не учат шукать какие-то самостоятельные решения, потому что есть готовые вопросы, есть готовые ответы. Технологии онлайн-образования испытали во время карантина. И отказываться от них впредь не собираются, заявили в Министерстве образования. В будущем украинские школьники смогут учиться по смешанной модели. Один из вариантов такого смешанного навчания может быть, когда часть материала ученики работают с учительом вместе, часть они работают за помощью дистанционных технологий. И, в общем, актуальным может статься именно такой сценарий. К сентябрю в Министерстве обещают запустить платформу для дистанционного обучения. Сейчас очень большая работа ведется над созданием электронной платформы, для того, чтобы это был единственный ресурс на помощь учителя, где он будет создать дистанционные курсы, размещать материалы, и брать материалы для создания уроков, и выходить на онлайн-звязок. Кроме того, следующий учебный год педагоги начнут с проверки знаний, которые школьники усвоили за время карантина. Это и будет показателем качества онлайн-обучения. Влада Цуркан, Юрий Шульга, Киев, Твой дом. Праздник, несмотря на карантин. Преподаватели и ученики решили, эпидемия – это не повод отменять последний звонок. И если собраться всем вместе в школьном дворе нельзя, то онлайн можно. Что из этого получилось, знают наши корреспонденты. 25 тысяч выпускников и ни одной линейки в школьных дворах. Последний звонок в Донецкой области для 9-х и 11-х классов в этом году звучит онлайн. Выпускники и классные руководители, не выходя из дома, поздравляют друг друга с окончанием школы. Целыми классами собирается у экранов мониторов. Праздничная форма или вышиванки. Смех от воспоминаний и слезы грусти. Сожалеет, что нельзя обняться. Я хочу поблагодарить вам за эмоции, переживания и радости, которые вы дарили мне каждый день. Нехай каждая новая сходка в вашем жизни будет легче. В Виннице преподаватели решили устроить ученикам сюрприз. Две недели писали видео с поздравлениями. Все опубликовали на ютуб-каналах учебных заведений. Школьные руки не забудьте. И вы, наши дорогие выпускники, уже в этом переконались. Чтобы эффект от праздничного дня не потерялся, сняли даже импровизированную линейку. Все по правилам карантина. В масках соблюдая расстояние и используя антисептики. Шарики, красивые наряды, ленты и голуби в небе. В херсонских школах на праздничных линейках только преподаватели. Трансляцию последнего звонка ученики смотрят онлайн. Мы просто доводимось еще раз усім тим людям, які зневіряються, які падают духом про то, что нужно быть оптимистом в цьому жизни. Ничего не изменилось. Просто деякий час діти не ходили до школи, но прийде 1 вересня. И они обовязково напомнить это подверье своим голосовым смехом. И начнутся заняття. Выпуск уже у меня 16-й. И сегодня, в день останнего дзвінка, я приветствую своих 11-ти классников с тем, что они идут в дорослое життя и будут шукать свою дорожку, своё счастье в нашем прекрасном жизни. Записанные видеопоздравления и онлайн-трансляции не хуже школьных альбомов будут напоминать ученикам и преподавателям о последнем звонке в их классах. Надежда Сухорукова, Арина Кантонистова, Янина Лебедева, Мариуполь, Винница, Харьков. Твой дом. К выходу из карантина готовы. 1 июня откроют 600 дошкольных учебных учреждений, говорят в Киевской городадминистрации. Дети начнут обучение с соблюдением санитарных норм, установленных Минздравом. Группы заполнят только наполовину, снимут ковры и спрячут мягкие игрушки. В группах обязательные атрибуты – дезинфекторы, маски и градусник. По новым нормам родителей в сад пускать не будут, малышей у входа будут забирать воспитатели. Сейчас зайдёт проверка состояния здоровья медицинских сестёр и всех, кто начнёт работать в садах с детьми. Все они сдали тест на коронавирус. Почти полторы тысячи мостов и путепроводов планируют отремонтировать Украфтодор до 2025 года. Об этом сообщил глава ведомства Александр Кубраков во время презентации пятилетней национальной программы восстановления мостов. Сфокусируется на объектах, признанных ограниченно работоспособными и неработоспособными. Для реализации этого плана Украфтодору необходимо около 29 миллиардов гривен. Однако количество сооружений, внесённых в программу, могут увеличить, ведь до сих пор не все мосты исследованы. «Семьдесят три мости цього року, тобто буде відкрита. 30 додаткових мостів, які ми сказали, що ми не будемо чекати, коли програма офіційна буде затверджена, зараз будемо оголошувати тендери. Тобто Донецька область, цього року, влітку буде шість мостів, ми будемо вводити в эксплуатацію, абсолютно повністю з нуля відбудоване. 35% мостів обстежено, і ви розумієте, що це третина, і навіть з цієї третини ми вже бачимо поточну з вами ситуацію, що 152 мости перебувають у так званому п'ятому непрацездатному стані, а це аварійний стан. Тобто це ті мости, які, в принципі, не то, що треба обмежувати рух, а взагалі треба там перекривати рух і закривати ці мости. 3252 мости перебувають в обмеженому працездатному стані. Реконструкція без остановки. В Харківській області роботи на об'єктах програми «Большое строительство» не останавливались даже во время карантіна. Одна із таких площадок – це детський сад в Южному, який приймав почти в три рази більше дітей, чем рассчитывали. Наш корреспондент Наталія Білокудря побувала на об'єкте. Рассчитан на 75 місць, а посещали – около 200 дітей. Много лет детський сад в Южному едва мог розместити містних малышей. Трехярусные кровати после каждого тихого часа разбирали, щоб превратити спальню в игровую комнату. Во время реконструкції к саду достроили нові корпуса. Теперь у педагогів появятся нові кабінети. Зараз у багатьох дітей є вади мовлення, які потрібно виправляти саме в дошкільному віці. І з ними повинен працювати логопед. Щоб повноцінно це здійснювати, потрібна окрема кімната, обладнання. І це у нас все буде. Детський сад в Южному готов на 90%. В рамках программы «Большое строительство» на этот проект выделили более 60 млн грн. из разных источников финансирования. По словам городского главы Александра Брюханова, за свой счет город не осилил бы настолько масштабную работу. Общими усилиями мы сделали практически на 90% готовность этого объекта, которое необходимо. Как было сказано, что ближележащие населенные пункты, которые не имеют детских садиков или у них есть очередь, мы будем готовы принять у себя. Детский сад также обустроят большим актовым залом, который теперь не придется совмещать с физкультурным. Также для маленьких воспитанников строят мини-стадион и просторную столовую. Принять детей, сад будет готов 1 сентября. Наталья Белокудря, Андрей Домовой, Наталья Гаевская, Харьков. Твой дом. Национальный гвардия будет обеспечивать порядок в американском штате Миннесота. Президент Дональд Трамп отправил туда более полутысячи нацгвардейцев. Протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда перешли в массовые беспорядки. Протестующие даже сожгли участок правоохранителей. Напомним, 25 мая во время задержания полицейский прижал его голову к асфальту, а шею придавил коленом, из-за чего тот умер. Жители штата считают, что смертельное задержание афроамериканца – это проявление расизма. Отношение к темнокожим в Америке ужасное. Это совсем ненормально. И это продолжается уже много лет. Настало время перемен. Современных туристов сложно удивить роскошными отелями или живописными пейзажами природы. Но есть одно место, которое не сможет никого оставить равнодушным. Это уникальная усадьба-отель для жирафов в Кении. Здесь любимым развлечением для местных постояльцев становится непосредственное общение с африканскими гигантами. Это усадьба жирафов в пригороде Найроби в Кении. Целью этой заповедной зоны является сохранение жирафов Ротшильда. Это самый редкий подвид в мире. Они отличаются пятью рожками на голове вместо привычных двух. В дикой природе осталось менее 700 особей. К сожалению, усадьба тоже пострадала от пандемии коронавируса. Естественно, это оказало влияние на наш бизнес. Мы были вынуждены закрыть усадьбу и посадить всех на карантин. Это повлияло на сбор средств для содержания жирафов, а также дикой природы во всех частях Кении. В ожидании иностранных туристов усадьба жирафов уже готова принимать местных жителей. Персонал вернулся на работу, чтобы подготовиться к открытию. У нас нет сейчас клиентов, что весьма прискорбно. Большинство сотрудников были вынуждены оставаться дома во время пандемии COVID-19. Основной интерес для туристов представляет мини-отель на территории усадьбы. Гости могут кормить жирафов прямо из окон своих номеров, трогать и обнимать их. Несмотря на временное отсутствие гостей, усадьба строит планы, как пережить кризис. К счастью, у нас есть план открытия, и мы надеемся поприветствовать гостей в скором времени. У нас еще множество других проектов, которые помогают поддерживать сообщество по охране окружающей среды. Тем временем руководство усадьбы уже создало интернет-магазин, чтобы люди, мечтающие посетить жирафов, могли купить сувенир, не выходя из дома. Тарас Кобзарь, Ксения Бугай, телеканал «Дом». Оперета, хоровое пение и кинопремьеры. Все праздничные мероприятия ко Дню Киева пройдут онлайн. Такие меры предосторожности городские власти предприняли в связи с пандемией. Любители опереты смогут послушать гала-концерт «Мировые шедевры». А приверженцы хорового пения побывают на фестивале «Песни над Днепром-2020». Артисты Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества 30 и 31 мая в 8 вечера дадут представление прямо на балконе. Традиционный забег на Крещатике под каштанами тоже состоится, но с минимальным количеством участников. На этом все. Подписывайтесь на наши страницы в Facebook и YouTube для того, чтобы следить за самым интересным в удобное для себя время. В этой студии я вас жду уже в 23.00. Хорошего вечера вам!